Владимир Путин поздравил Йозефа Блаттера с переизбранием на пост главы ФИФА. Президент России выразил уверенность в профессионализме и высоком авторитете спортивного чиновника. И подчеркнул, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Международной Федерацией Футбола. В частности, в рамках подготовки к чемпионату мира. 79-летнего Блаттера выбрали президентом организации накануне. В пятый раз он возглавляет организацию с 98-го года. Вчерашние выборы стали, пожалуй, самыми сложными за всю его карьеру. Им предшествовала череда скандалов. Сам Блаттер назвал случившееся, цитата, «компанией ненависти, которую развернули, в частности, Соединенные Штаты, для того, чтобы сместить его с поста». Есть знаки, которые не врут. Американцы были кандидатами на проведение чемпионата мира 2022 года, и они проиграли. Англичане были кандидатами на проведение чемпионата мира 2018-го, они проиграли. Естественно, что с помощью американского влияния, которое мы сейчас повсеместно наблюдаем, они обрушились на ФИФА. При всем уважении, если американцы хотели разобраться с финансовыми или уголовными правонарушениями, связанными с гражданами Северной или Южной Америки, они должны были там их и арестовать. Но не в Цюрихе во время Конгресса. Чем-то нехорошим это пахнет. Скандал вокруг Международной Федерации Футбола вспыхнул за два дня до выборов. В среду в швейцарском Цюрихе были арестованы семеро высокопоставленных функционеров. Их обвинили в коррупции. Параллельные расследования этого дела сейчас идут в Америке и Швейцарии. Причем Соединенные Штаты уже готовят вторую серию разоблачений. Руководитель службы внутренних доходов Ричард Уэбер сегодня заявил, что новое обвинение функционерам предъявят уже в ближайшее время. Продолжение следует...